В эфире новости день за днём. В студии работает Олег Соловьёв. Здравствуйте! О событиях города и не только расскажем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Нам это очень приятно, что наша работа не проходит зря, что мы листовочки раздаём, они читают и что-то для себя остаётся. Клёвое место. Безопасность зимней рыбалки под контролем. Предусмотрена администрация ответственность по статье 12.18. Страф, за который нарушение грозит в размере 1500 рублей. Операция «Пешеход». ГОСТа инспекторы напомнили водителям о соблюдении правил дорожного движения. Сводка криминальных происшествий за неделю. Душа замирает. И даже в некоторых моментах нам слёзы были. Вечер при свечах. В Десногорске состоялся кукольный спектакль «Царь Ирод». А теперь об этих и других событиях подробнее. Новый вид мошенничества стремительно набирает популярность у преступников по всей стране. Представляясь банковскими служащими, злоумышленники узнают у доверчивых граждан данные их банковских карт. Как результат, средства в скором времени пропадают. Эти технологии отбора денег работают и в Смоленской области. Звонок из якобы банка так разволновал жителя Смоленска, что тот незамедлительно сообщил все данные банковской карты. В скором времени с его счёта были сняты 11 тысяч рублей. Полиция установила, что звонок был совершён с московского номера. Аналогичная ситуация произошла и с другим жителем области. Под предлогом восстановления паролевого онлайн-приложения, мошенник завладел всеми реквизитами банковской карты. Со счёта гражданина было списано свыше 28 тысяч рублей. Смоленские спасатели продолжают следить за водоёмами области. О правилах безопасности во время зимней рыбалки смотрите далее. Для того, чтобы зимняя ловля рыбы не оканчивалась незапланированным дайвингом, сотрудники МЧС проводят регулярные профилактические мероприятия. Ведь, как говорится, хороший рыбак ищет рыбное место, а не безопасное. Сегодня мы вместе с инспекцией по маломерным судам отправляемся в рейд. Цель поездки – предупреждение несчастных случаев как на льду, так и на воде Десногорского водохранилища. В рейд инспекторы ГИМС в этот раз выходят с целью профилактики. Десногорское водохранилище – это, пожалуй, самый популярный водоём у любителей рыбалки в этих краях. Ежедневно сюда за уловом приезжают десятки людей с удочками. Бесстрашные любители зимней рыбалки располагаются как у открытой воды, так и на замёрзшей акватории водохранилища. И каждый из них уверен, что с ним ничего не случится. Чтобы встреча с подлещиком и окунем прошла благополучно, необходимо неукоснительно соблюдать правила поведения на льду. Больше 80 сантиметров уже на лёд можно выходить. И бояться это промоин, проток. На, смотрите. Безопасность прежде всего. Промоины, чёрные пятна, где на льду. От края, если будет пройти самое, от моины уже нечего делать. На лёд нельзя заходить. Потому что зайдёшь, назад не выйдешь. Помимо этого, категорически запрещено выходить на лёд в тёмное время суток, а также в состоянии алкогольного опьянения. Зимняя рыбалка требует особых знаний, и обычно это удел опытных рыбаков. Тем не менее, спасатели проводят профилактические беседы и раздают листовки с правилами поведения на льду всем присутствующим. Даже опытному рыбаку бдительность терять никак нельзя. Лёд 8-10, как они обычно выходят, чтобы не бояться. От проток дальше, от камышей дальше, со страховками совсем выходят. То есть нам это очень приятно, что наша работа не проходит зря. Что мы листочки раздаём, они читают, и что-то для себя остаётся в них. Ответственное пребывание на льду и регулярные рейды дают соответствующий результат. Каких-либо происшествий на Десногорском водохранилище в этом году не зафиксировано. 9 февраля в Смоленске, Вязьме, Духовщине и Рославле состоялись очередные традиционные этапы массовых стартов «Лыжня России-2019». Состязания охватили самый широкий круг участников. Только в Смоленске собралось более 2000 человек. Дистанцию преодолевали как юные учащиеся спортивных школ, так и взрослые опытные спортсмены. Для удобства зрителей и участников МЧС организовала пункт обогрева и полевую кухню. Смоляне смогли угоститься чаем и кашей. Свои приветствия смолянам направили президент России Владимир Путин и губернатор Смоленской области Алексей Островский. С 4 по 10 февраля в Смоленской области прошло профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники ГИБДД напомнили участникам дорожного движения о правилах переезда пешеходного перехода. Подробности в сюжете. В период сложных погодных условий пешеходные переходы становятся местом повышенной опасности. Соблюдать правила проезда через «Зебру» необходимо как водителям, так и пешеходам. В ходе операции госавтоинспекторы устроили проверку знаний на дороге. Как Вы осуществляете проезд пешеходных переходов и приближение к пешеходному переходу, Ваши действия? Если пешеход вступил на проезжую часть, останавливаемся, пропускаем. Если машина останавливается перед пешеходным переходом, притормаживаем и смотрим на действия водителя, который остановился на пешеходах. За несоблюдение правил переезда пешеходного перехода полагается соответствующий штраф. Предусмотрена администраторная ответственность по статье 12.18. Штраф, за который нарушение грозит в размере 1500 рублей. Ответственность также есть и у пешехода. В случае нарушения правил дорожного движения виновнику будет выписан штраф на 500 рублей. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Смоленских добровольцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Послы Победы Москва». Конкурс нацелен на формирование патриотизма и сохранение исторической памяти у молодых людей. Наиболее активных волонтеров пригласят принять участие в проведении мероприятий, превращенных к 74-й годовщине Великой Победы. Конкурс организован Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Поддержку оказывают Российское агентство по делам молодежи и Роспатриот-центр. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте волонтерыпобеды.рф. О криминальной обстановке в городе сообщил руководитель группы по работе с личным составом ОМВД России по Десногорску Сергей Чулков. В течение прошедшего времени в отдел ОМВД России по городу Десногорску поступило 125 сообщений и заявлений от граждан, из которых 3 преступления раскрыто 1, нераскрыто 2, телесных повреждений 9, ДТП с техническими повреждениями 10, прочее 100. Раскрыто одно ранее совершенное преступление. Выявлено 89 административных правонарушений, из которых за нарушение правил дорожного движения 77, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, пешеходами нарушено 6. Преступлений террористической направленности не допущено. Чемпионат мира прошел, а гости остались. Около 500 аргентинцев, которые приехали на праздник футбола в Россию, все еще находятся на территории страны. Паспорта болельщиков при этом истекли 31 декабря. Посол России в Аргентине предположил, что иностранцы могли найти в России свою любовь или открыть свой бизнес. 25 января замглавы миграционного управления МВД России рассказал, что территорию страны не покинули более 5000 болельщиков. Месяцем ранее их было примерно 12 тысяч. Выдворить всех незаконно оставшихся в России планируется до конца марта. 8 февраля ребята фольклорного отделения музыкальной школы подготовили необычный кукольный театр. Подробности далее. Перед зрителями установили батлейку – передвижной маленький кукольный театр. В зале выключили свет, и под звуки старинных инструментов развернулось действие религиозной пьесы «Царь Ирод». Первыми на миниатюрной сцене появились стражники – самого Ирода охранники, а за ними и главный злодей – царь. Он истребил за одну ночь всех новорожденных вифлеемских младенцев. После его гнев перекинулся на всех окружающих. Вскоре умер и сам царь. Поучительная постановка смотрелась на одном дыхании. Представление понравилось и детям, и взрослым. Очень молодцы дети, голоса прекрасные просто, душа замирает. И даже в некоторых моментах прям слезы были. Мне сегодня все очень понравилось, особенно понравились песни. Актёры-батлейки также поделились своим впечатлением. Это иногда страшно, иногда сложно, когда слова забываешь. Мы репетировали долго, готовились к этому, выступали в музыкальной школе ещё. Но были веселые моменты, когда у нас царь Ирод выходил, а у него голова не на том месте. Этот вечер без преувеличения закончился бурными аплодисментами зрителей. Велита Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Смоленский планетарий объявил программу бесплатных сеансов на февраль. Посетители смогут отправиться в увлекательное путешествие по Солнечной системе и Вселенной. Также они смогут узнать любопытные факты о космических объектах и побывать на экскурсии в обсерватории. Залы планетария оборудованы видео- и акустической системами, а также подвижной картой звёздного неба. С подробной информацией и расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте учреждения planetarsmolensk.ru И о погоде. 12 февраля в Десногорске возможен снег с дождём. Днём плюс один, ночью около нуля. На сегодня это все новости. Смотрите наш телеканал и не забывайте про сайт desnadefistv.ru С вами был Олег Соловьёв. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!